Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Лера Ауэрбах. Добро пожаловать на мой канал. Два дня назад я записала видео по-английски о том, что, как мне кажется, должен делать каждый серьёзный музыкант. Желательно каждый день. И меня попросили мои русскоязычные подписчики и сделать субтитры. Но субтитры мне сделать хлопотно, и это займет слишком много времени, поэтому я решила, я просто запишу ещё раз похожее видео, но на русском языке. И, возможно, оно будет несколько отличаться от англоязычного. Я постараюсь его сделать более компактным, потому что англоязычное длится больше часа. Но, тем не менее, вот сам список, он будет в своей основе оставаться прежним. Итак, 25 пунктов, которые, как мне кажется, любой серьёзный музыкант должен делать. Ну, во-первых, начнём с того, что слушать музыку. Это может показаться несколько странным. Ну, естественно, музыка нас окружает каждый день и чуть ли не 24 часа в сутки. Но я имею в виду другое. Я имею в виду не просто слушать музыку, а слушать музыку профессионально. Слушать музыку с партитурами, с нотами. Если вы просто слушаете что-то, пока пишете имейл, или пока, не знаю, готовите свой обед, и это не считается. То есть это может быть в удовольствии, но это совсем другое, что я имею в виду. И очень важно не ограничиваться репертуаром своего инструмента. Я прямо даже не могу преувеличить, насколько важно знать репертуар, подходить к этому как бы с такой глобальной позиции. Потому что, ну, первый, конечно, вопрос, который студенты задают, ну, а вот где взять время? Потому что если мы говорим о фортепианом репертуаре, то сам по себе он огромен. И, безусловно, его нужно досконально знать и постоянно открывать для себя новые вещи. Но это чрезвычайно важно, что вы не ограничиваетесь фортепианом репертуаром. Почему? Потому что мы часами, часами, часами занимаемся и учим произведения композиторов. Композиторов, для которых, скажем, тот же самый фортепианный репертуар является лишь малой частью их творчества. Даже если мы говорим о таких композиторах, как тот же самый Бетховен, у которого очень много написано. Но, тем не менее, музыка для фортепиана — это всего лишь небольшая часть творчества. И мы не можем полностью понять, мы не можем проникнуться, мы не можем осознать вообще, кем является этот композитор, если мы знаем только небольшую часть. И подзнаем опять-таки, я имею в виду, действительно досконально изучаем. То есть, если вы пианист, вы, тем не менее, должны знать струны и квартеты. Даже если вы, естественно, не сыграете ни одной ноты из них. Но без того, чтобы знать симфоническую музыку, знать камерную музыку, знать вокальную музыку, оперы, вы никогда не сможете стать полноценным музыкантом. Это просто невозможно. И в этом смысле те музыканты, которые ограничиваются в основном музыкой, которая написана для их инструмента, они напоминают вот притчу о слепцах, которые пытаются впервые, они вот, каждый из них держится за какую-то часть слона. И они пытаются объяснить, что такое слон. Но при этом ни один из них не знает, потому что для одного это какая-то огромная нога, для другого это хвост. В общем, их представления о слоне совершенно не отвечают реальности. И вот так же происходит, к сожалению, к сожалению, с очень-очень-очень многими музыкантами. И я хочу еще раз сказать, что независимо от того, в какой вы консерватории, в каком престижном заведении вы обучаетесь, это все совершенно не важно, потому что то, что преподается, вот карикулум, который преподается в консерваториях и школах, это настолько basic, это настолько как бы... То есть вы не можете себя считать образованным человеком, и человеком, знающим музыкальную литературу, если то, что вы знаете, это то, что преподается в консерваториях. То есть это мы сразу отметаем. Любое настоящее образование, оно всегда образование, которое человек делает для себя сам. Вне зависимости от калибра учебного заведения, преподавателя и так далее. Потому что никто нас ничему научить не сможет, если у нас нет настоящей внутренней глубинной потребности к знаниям. И эта глубинная потребность к постоянному росту и к знаниям, это как мускул, который постоянно нужно развивать. И развивать с очень раннего возраста. Это вот это внутреннее любопытство, горение. Вот в самом идеальном случае, это если вы ребёнок, и вы отправляетесь в совершенно потрясающее путешествие музыки. И вы можете для себя открывать постоянные сокровища, которые встречаются на этом путешествии. Это путешествие длиной в жизни. И если в какой-то момент вы считаете, что вы научились, и вы всё знаете, то это, я вам гарантирую, что это конец вашего творческого пути, конец вашей дороги. И конец роста, роста личностного и роста артистического. И в нашем искусстве мы либо растём, либо наоборот. Так что вот эту вот жажду постоянного самообразования, её нужно воспитывать с самого детства. Если у вас этого не было в детстве, то, будучи студентами консерватории училищ, университетов, это идеальное время для вот такого вот роста. Опять-таки, роста вне карликулума школы, в дополнение. И на самом деле это не требует много времени. То есть это может показаться очень, как бы, ну вот как изучать репертуар, да ещё своего инструмента, плюс всего остального. Каждый день полчаса. Отложите каждый день полчаса, чтобы заниматься серьёзным изучением партитуры и нот. Следующий пункт — это посещайте как можно больше мастер-классов. И это прежде всего для студентов консерватории, училища, университетов и так далее. Причём опять-таки посещайте мастер-классы для своего инструмента и для других инструментов, для тележёров, для вокалистов и так далее. Потому что то, что вы можете узнать с перспективы другого инструмента, оно вам может открыть нечто, что вы никогда не узнаете только с перспективы вот именно своего инструмента. То есть это чрезвычайно важно, и это также позволяет вам разную точку отсчёта, разную перспективу. И участвовать в мастер-классах, конечно, очень важно, но в принципе можно научиться в чём-то даже большему, если вы просто наблюдаете, если вы просто наблюдатель. Почему? Потому что человек, который участвует в мастер-классе, он также, он хочет научиться, но он также занят своими какими-то внутренними переживаниями, он хочет понравиться, произвести впечатление, там публика сидит, то есть это как бы мини-мини-концерт. В общем, у него, помимо того, что он хочет научиться от профессора, у него, помимо этого, у него очень много других забот. И поэтому человек, который просто сидит и наблюдает за мастер-классом, он может научиться, ну, очень многому, иногда даже большему, чем участник. И поэтому я очень-очень рекомендую. Следующее. Очень важно приобретать знания, причём серьёзные знания, не только в музыке, но и в других сферах искусства. То есть я сейчас говорю, естественно, про визуальное искусство и про литературу. Опять-таки вопрос, когда? Да, у нас с музыкой хватает тела, а когда ещё заниматься остальными видами искусства? Найти время, найти время посещать музеи, найти время постоянно читать. Почему это важно? Это важно для вас, как для профессионалов, потому что, опять-таки, те композиторы, мы столько часов проводим, играя музыку композиторов, но при этом мы очень плохо вообще понимаем, что идёт в музыку, что идёт в написании музыки, о чём эти люди думали, чем они вдохновлялись, кто были их любимые писатели, как различные направления искусства влияли на этих композиторов, какая связь между ними. И связь всегда существует между разными искусствами, между литературой, между архитектурой, между живописью, между музыкой. Существуют глубинные течения, глубинные связи. Если мы эту связь не понимаем, если мы о ней не догадываемся, если мы её не узнаём, опять-таки, мы никогда не сможем стать настоящими музыкантами с большой буквы и создавать по-настоящему глубинные творческие интерпретации. И поэтому это очень-очень важно, хорошо разбираться в разных видах искусства. Четвёртый пункт. Очень важно ходить на концерты. Причём ходить на концерты хорошие, замечательные и так себе. Почему нужно ходить на замечательные концерты, это понятно. А вот почему нужно ходить на плохие концерты? Ходить на самом деле на плохие концерты может быть очень полезно, потому что вы можете убедиться, вы можете научиться тому, чего не делать. И вы можете в каких-то, возможно, нежелательных исполнительских приёмах узнать, что вы делаете, возможно, неправильно или несовершенно. Потому что иногда необходима дистанция. Иногда мы узнаём ошибки других в самом себе. И вот эта способность уметь учиться не только на положительном, но и с отрицательной точки зрения она очень может быть полезна. Поэтому я очень рекомендую ходить не только на концерты замечательных и известных исполнителей, но также ходить на концерты других студентов. Вообще посещайте как можно больше концертов, потому что это тоже способ набираться опыта. Опыта с другой стороны, который вам поможет стать исполнителем. Пятый пункт. Ищите возможность играть как можно больше камерной музыки и самыми лучшими исполнителями, которые вы можете найти. Очень часто, особенно это часто с пианистами и со скрипачами, мы все хотим быть солистами, и в этом, в принципе, ничего плохого нет. Но чтобы стать прекрасным солистом, нужно стать прекрасным камерным музыкантом. И существует огромное количество совершенно феноменальной камерной музыки. И то, что вы можете осознать, то, чему вы можете научиться, исполняя камерную музыку, это совершенно уникальный, потрясающий опыт, который незаменим. То есть вы можете научиться, как работать над сочинением, как договариваться, как искать интерпретацию, когда вы не один на сцене, а вот, скажем, вы играете в фортепианный квинтет. То есть у вас пять, пять музыкантов. У каждого своя интерпретация. Тем не менее, вы должны как-то уметь договориться и прийти к какому-то общему знаменателю, который будет закономерен. Как развивать интуицию, телепатию, то есть настоящая камерная музыка, то есть вы общаетесь без слов. И почему важно играть камерную музыку с самыми лучшими исполнителями, которых вы можете найти? Потому что это, опять-таки, возможность колоссального для вас роста. Поэтому это очень-очень важно. Следующий пункт. Читайте о композиторах, о их жизни. Вот в школах, консерваториях в этом смысле очень плохо, потому что это настолько поверхностно вообще преподается о том, кем были композиторы, или кем они являются. И есть такая психологическая тенденция вообще ставить композиторов на пьедестал. Вот у нас такой пьедестал, на нем такой, скажем, бюст Бетховена, который не имеет к его музыке никакого отношения. И вот подумайте, опять-таки, мы тратим, мы занимаемся часами, каждый день, играя сочинение человека, о котором мы совершенно ничего не знаем. Ну хорошо, он жил, допустим, в Бетховен-Вене, ну подумаешь, полмира жила в Вене в то время или в другое. Это ни о чем не говорит. Вот каким он был человеком, что он читал, что его вдохновляло, какой у него был характер. Можно сказать, это все не имеет никакого отношения к музыке. Может быть, оно не имеет, но может быть, оно и очень даже имеет. И очень важно знать, допустим, а что вообще было в его жизни в тот год, когда он сочинял это сочинение. То самое сочинение, которое вы учите столько часов, и при этом ничего не знаете о том, откуда оно вообще взялось. И опять-таки, я вообще не хочу сказать, что есть прямая связь, но так или иначе, музыка не рождается в вакууме. И очень важно как можно больше понимать творческий процесс, психологический процесс вообще, кем был этот человек, и читать как можно больше. То есть заниматься исследованием каждого сочинения, которое вы разучиваете. И я очень рекомендую, если вы не читали дневник Прокофьева, очень-очень рекомендую, буквально бросьте всё, что вы делаете, и читайте дневник Прокофьева. Причём желательно не читать последний дневник, советский дневник, который он писал, когда он вернулся в Советский Союз, а именно читать дневники, которые он вёл в течение своей жизни. И существует совершенно феноменальный двухтомник полных дневников, и это очень важно, потому что Прокофьев был не только гениальным композитором, но он прекрасно писал, и он оставил нам совершенно уникальное исследование, в принципе, жизни композитора. Причём, что поражает прежде всего, что ничего не меняется. То есть его дневник мог быть написанным сегодня. Есть ещё уникальный дневник, я думаю, что его нету на русском языке, возможно, я ошибаюсь, я буду очень рада, если я ошибаюсь, но ныне живущий композитор, которому 98 лет над Рором, это американский композитор, он тоже всю свою жизнь ведёт дневники, и многие его дневники опубликованы. Я очень их рекомендую. Это не играет никакой разницы, если вам нравится музыка Ророма, если она вам не нравится, это опять-таки уникальный способ приблизиться к жизни, к менталитету композитора и понять вообще, что происходит, как пишется музыка, приблизиться к истоку. Также я очень рекомендую письма Моцарта, причём нужно найти те письма, которые издавались очень долгое время, его письма очень сильно редактировались, потому что он использовал ругательство, и это всё убиралось. Очень рекомендую найти перевод письма Моцарта без этих всех, чтобы понять, и Моцарт опять-таки это в принципе почти как дневник, потому что он описывает каждую дневную жизнь, он описывает свой процесс, с чем он сталкивается, что он любит, что он не любит, что он ценит в исполнении, что он не ценит в исполнении, что его раздражает. И вот как важно всё-таки, исполняя музыку композитора, знать, а что было вообще важно для этого композитора, в исполнителе, что он ценил. И мне кажется, вот в этом смысле вот эти вот три, два дневника и письма Моцарта, это невероятная помощь. Следующий, седьмой пункт, это заботись о своём теле. Как исполнители мы исполняем благодаря нашему телу. То есть это, опять-таки, это нечто совершенно очевидное, но это то, о чём мы забываем, и это то, что, как правило, упускается в музыкальном образовании. Мы очень плохо знаем, как заботиться о себе. В этом смысле есть много общего между жизнью музыканта и жизнью спортсмена. Но разница в том, что спортсмены понимают, что о себе нужно заботиться, а музыканты часто этого не понимают и не знают, как это правильно делать. и это чрезвычайно важно. И если вы сами о себе не позаботитесь, никто за вас это не сделает. Что я имею в виду? Узнать, как правильно питаться, как питаться той едой, которая нас питает в правильном отношении. То есть нам даётся все необходимые минералы, витамины, силы и при этом не создаёт вредных эффектов, которые, опять-таки, могут сказаться на нашем исполнении. Это чрезвычайно важно. Важно понять, какими видами спортивных упражнений необходимо заниматься. И я могу сказать, что я, в принципе, в этом виновата сама, потому что я очень долго игнорировала эту часть. И я в какой-то момент поняла, вернее, у меня был такой звоночек, от которого нельзя было отвернуться, скажем так. И необходимо знать, вот мы столько времени проводим, мы сидим, это, все знают, это очень вредно, всё время сидеть. Сколько нам нужно двигаться, как нам нужно двигаться, какие упражнения нам нужно каждый день делать. Это важно знать, потому что наше тело – это наш инструмент. Если наш инструмент не в порядке, он не сможет долго функционировать. и если вы хотите, чтобы ваша карьера в музыке процветала и длилась на протяжении всей вашей жизни, вы должны заботиться о инструменте, о теле. Следующий пункт – это заботись о своем мозге, о своем психическом состоянии. Это не менее важно, чем заботиться о физическом состоянии. Опять-таки, это недостаточно, об этом идёт разговор в музыкальных школах, консерваториях и так далее. А это колоссально важно. То есть, если вы хотите жить жизнью концертирующего музыканта, и при этом вы не обладаете определенными технологиями психологии, то вам придётся ими обладать, скажем так. Прежде всего, необходимо знать разные технологии медитации. И это, кстати, также может помочь не только справляться с каждодневными стрессами, потому что это очень такая профессия, которая полна стресса в постоянных переездах, постоянных каких-то внутренних напряжений. Но это также поможет вам, допустим, с нервами, если, допустим, у вас есть проблема со сценическими нервами. Медитация очень важна. Поэтому заботитесь не только о своём теле, но и о том, что у вас происходит в голове. В этом смысле, кстати, говоря о заботу о теле и психическую тоже, я очень рекомендую есть то, что называется Александр Техник. То есть, наверное, по-русски это звучит Техника Александра, несколько странно. Но это специальная технология, скажем так, которая была разработана для музыкантов и для актёров. И мне посчастливилось, когда я училась в Джулиарде, я уже не помню, я занималась год или я занималась полгода, но это технология, которая позволяет как бы часть своего сознания посвящать тому, чтобы анализировать то, что происходит в твоём теле. Ну, и соответственно, как-то корректировать. это очень важно при исполнении, что какая-то часть сознания вне процесса, и она анализирует со стороны, что происходит. и вот я, даже сейчас произнесла Александр Техник, и у меня сразу улучшилась осанка, у меня сразу как-то появился баланс внутренний, и я это очень рекомендую. Есть другие техники, но вот Александр Техник мне нравится, потому что она специально была разработана для музыкантов. И это меня подводит к следующему пункту, это знайте, как заботиться и как предохранять руки. Потому что часто случается это то, что возникают какие-то проблемы. Проблемы с руками, возникает боль, возникает напряжение. и это часто случается в тот момент, когда молодой музыкант, молодой исполнитель начинает много исполнять, причем сложного репертуара. И это связано с тем, что честно сказать, большинство, пожалуй, 80% молодых пианистов, которых я вижу, с которыми я встречаюсь, допустим, там на мастер-классах, у них есть какие-то зажатия. Эти зажатия где-то в тевтеле. Часто это бывает район плеч, район шей, но не обязательно. Это может быть в руках, может быть в пальцах. Но дело в том, что зажатия имеют такую особенность, что в начале, когда особенно если это ребенок, он играет с зажатиями, он может довольно долго играть. И это не очень очевидно, насколько это опасно. Но чем больше он играет, чем больше это входит в привычку, эти зажатия, это в принципе может поставить крест на любой карьере. и мы очень хорошо знаем многочисленные примеры совершенно замечательных пианистов, которые то, что называется переиграли себе руки. И как правило, это не руки, как правило, это правую руку. И вплоть до того, что существует отдельный репертуар, специально написанный для левой руки. Это просто вам показывает масштаб катастрофы, масштаб проблемы. И то, что это проблема, которая это не новая проблема, она существует веками, скажем так уже. И почему как правило выходит из строя правая рука, потому что для большинства это ведущая рука. И также очень часто допустим в крупной технике мелодический материал приходится на мизинчик, слабый палец, то есть происходит определенная компенсация, происходит определенное зажатие, связанное с этим, и человек переигрывает руку. Как начинается переигрывание, у вас появляется боль. Боль это звоночек организма, к этому нужно очень серьезно относиться, при этом совершенно нельзя быть жадным, если у есть ирония в том, что как правило вот эти проблемы начинаются тогда и входят в эту стадию, они начинаются давно, но они входят в стадию боли, переходят в стадию боли, когда у человека начинаются концерты. и в это время ему или ей очень важно следующий концерт, то есть мысль о том, чтобы отказаться от концерта, она не мысль. И нужно быть очень-очень осторожным, потому что как раз когда вы играете через боль и повторно играете через боль, это может привести вообще к потере полностью карьеры, и к этому нужно очень осторожно относиться, и нужно вообще любые разговоры о таких проблемах, они как правило табу среди пианистов, об этом не учат в школе, об этом не учат в консерваториях, об этом вообще стесняются говорить, стесняются упоминать, если есть какие-то проблемы, но если это ваша профессия, если это то, чем вы хотите заниматься всю свою жизнь, вы должны знать о том, что делать, и это знание вы должны приобретать сами, существует, вот я могу, например, порекомендовать голландский институт, это институт, который специально занимается проблемами пианизма, кстати, это не только пианизма, но у них очень хороший, если я помню, называется Таубер метод, это методика Таубер, когда они анализируют, вот что происходит конкретно в нашем теле, когда мы играем, и что, как играть так, чтобы предупреждать вот эти вот зажатия, чтобы контролировать, уметь распознавать зажатия, и уметь от них избавляться, существует, кстати, посмотрите на YouTube, у них, по-моему, есть, у них, по-моему, есть какие-то видео на YouTube, но, в принципе, у них очень много материалов, по-моему, у них есть подписка, то есть вы подписываетесь, они вам присылают материалы, я точно не знаю, я на них не подписана, но вот то, что я видела, мне очень понравилось, что они делают, там, кстати, есть русскоязычные преподаватели тоже, вот, я знаю, что в России у Полины Осетинской есть, по-моему, курс, вот, тоже, он не связан совершенно с голландским, но он тоже адресует проблему, проблем, проблему исполнителей, то есть каких-то зажатий, каких-то болевых ощущений, или, вот, вот, тех самых табу, о которых не принято говорить, в консерваториях, так что об этом важно знать, и нужно знать, как с этим бороться, предупреждать, и что вообще сделать с болью, и как делать так, чтобы она не появлялась изначально. Это меня преподводит к следующему пункту, вот мы уже говорили насчет техники Александр, Александр техник, которая позволяет анализировать и узнавать, где есть какие-то напряжения в теле, где у нас зажатия в теле, но узнавать также эти зажатия можно по звуку, то есть это понимание может быть из двух сторон, и мой следующий пункт, пункт одиннадцатый, это уметь и учиться слушать. Что я имею в виду под этим? Существует огромное количество градаций звука, и вот уметь искать правильные звуки, уметь искать звук, который вот идеальный звук, который находится в вашем воображении, и также уметь распознавать, когда у вас есть звуки зажатия, причем зажатия, которые вы, то есть звук может быть напряженный, если эта музыка напряженная, звук должен отражать, но есть разница, потому что когда у нас есть какое-то сжатие в теле, мы на самом деле не можем контролировать полностью звук, то есть мы не можем добиться именно того звука, которого мы хотим добиться, и зажатие, оно можно научиться слышать зажатие в звуке, то есть это как бы еще один сигнальный звоночек, звоночек, один звоночек от тела, распознавать зажатие в теле другой звоночек может быть от звука то есть слышать зажатие в самом звуке и это сигнальный звоночек значит где-то у меня есть зажатие в теле которое не дает мне звучать так как я хочу звучать следующее это научиться работать без инструмента и это очень важная технология который опять-таки мало кто этому учит но это очень важно дело в том что скажем так упрощая и говоря несколько так грубовато существует два способа как мы как мы учим произведение как мы приходим к определенной интерпретации самый распространенный способ это вот исполнитель начинает работать над сочинением и ощущение в его пальцах начинают как бы он начинает искать интерпретацию под влиянием ощущение ощущение под его пальцами то есть то есть вот 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 он экспериментирует прикосновение он экспериментирует душе и вот благодаря вот такому подходу подходу который от пальцев скажем так он находит направление в котором он хочет работать то есть это как ему нравится вот интерпретировать фразу там и так далее то есть для него физический аспект является ведущим то есть он не является единственным естественно но он является ведущим вот это вот чисто физический процесс игры на инструменте на инструменте и и у большинства исполнителей они приходят таких интерпретации и сам процесс освоение нового произведения происходит именно так я ничего не говорю там ничего нет ошибочного плохого но существует еще один подход и вот этот еще один подход очень важно им овладеть это подход когда вы приходите вы развиваете ваш внутренний слух и вы приходите к вашим внутренней интерпретации этого сочинения именно внутренним слухом а уже потом регулируете и подчиняете физический процесс вот кто интерпретации которые у вас возникла конечно это интерпретация будет интерпретация будет меняться постоянно она будет зависеть от зала от инструмента и так далее то есть то есть это все живой процесс здесь очень важно кто ведет что является двигателем вашей работы это является пальцы или это является внутренний слух и почему этот вот второй процесс очень важен потому что именно так мыслит композитор вот как композитор работает он не слышит музыку физически он ее слышит внутри и он ее записывает в этом смысле вот меня всегда поражают все эти ахи охи как бедный бетховен ничего не слышал да это ерунда он он все слышал он записал то что он слышал это что он слышал было прекрасно потому что это намного превосходило все исполнение того времени его сочинений потому что слышал он идеальный оркестр идеальных интерпретаций и именно поэтому это в принципе и его подтолкнул писать то что он писал потому что он не слышал того что на самом деле происходило и это ему позволило в принципе сделать определенный прорыв поэтому для человечества было бы огромная потеря если бы скажем у него не было зрения вот эти бы он потерял зрение и не мог бы записывать то что он слышал вот это было бы катастрофа а то что он не слышал там физически это негативно на него как на музыканты не влияло то есть возможно в этом был определенный позитив для всех нас для него это было конечно очень 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 трагично неприятно и и постоянно ставила его в жуткие жуткие ситуации но композитором при этом он стал очень хорошим поэтому нам как исполнителям необходимо уметь подходить к музыке также то есть начале слышать потом исполнять то есть естественно это должно работать оба подхода должны существовать но как правило мы слишком фокусируемся и мы позволяем нашим пальцем иногда диктовать интерпретацию поэтому очень очень важно следующее это меня это меня подводит к следу к следующему пункту это необходимо уметь заниматься без инструмента и опять-таки это существует определенная технология как это делать и это очень полезно даже если у вас есть инструмент надо также полезно в те моменты когда у нас просто нет инструмента под рукой если вы находитесь в самолете если вы находитесь дороге если вы находитесь в отеле и у вас нету инструмента и это опять-таки определенная технология в нее не буду сейчас вдаваться это очень полезно но следующий пункт 14 это как заниматься с инструментом опять-таки это кажется совершенно очевидным но с другой стороны насколько я убеждаюсь это совершенно не очевидно и очень часто студенты не имеют малейшего понятия вообще как им заниматься вот у вас есть четыре часа скажем в день вот что как вы эти четыре часа на что вы их потратить как вы вообще вот у вас есть новое сочинение что вы будете делать с этим сочинением как вы начнете над ним работать прочитайте с листа послушайте записи анализируйте форму как какой вообще процесс вы учите там не знаю первые 10 страниц наизусть чтобы вы чтобы сыграть на следующем уроке какой вообще оптимальный процесс работа над сочинением об этом нужно спрашивать спрашивать причем спрашивать как можно больше музыкантов которых вы уважаете потому что этот процесс может быть разным советы могут быть разными и как мы все знаем если вы знаете как как вы строите свои занятия то вы можете за небольшое время очень много успеть и очень многого добиться в то время если вы просто вот-вот плавайте как бы вот без плана и без понятия четкого понятия вообще как строить свои собственные занятия на инструменте то вы очень много времени во первых теряете а во вторых существует большая опасность опасность того что вы неправильно работаете вот скажем у вас не получается пассаж если вы знаете как правильно над этим пассажем работать мы его починить скажем так если вы четко не знаете не понимаете как в таких случаях поступать и вообще что делать вы можете этот пассаж так себя приучить не неправильно его играть что потом вы его уже правильно просто не сможете сыграть или у вас появятся определенные вредные привычки который вам потом потребуется много лет чтобы от них избавляться и это очень часто случается очень часто что если мы занимаемся неправильно и мы приучаем наш мозг к определенной неправильной ошибочной информации то потом это это тяжело исправлять поэтому например детские ошибки какие-то детские привычки потом часто приходится расхлебывать в возрасте 18-20 лет что всегда намного сложнее а иногда бывает просто слишком поздно поэтому научитесь использовать правильно свое время научитесь как наиболее эффективно работать научитесь как заниматься новым сочинением как его разбирать какой последовательности в общем буквально вот что что действительно работает какой план действительно работает следующий пункт невероятно важный и это используйте любую возможность работать живущим композитором вот когда я рассказывала о том что мы в принципе как правило студенты которые заканчивают консерваторию или там университет они на самом деле знают очень мало музыки то есть знают какие-то элементарные вот вот то чтоб то что что давалось школьной программе а на самом деле понимают в общем процесс время стиль и довольно смутно и хуже всего в этом смысле приходится на современную музыку и это колоссальная потеря потому что в чем-то нет ничего важнее искать находить и исполнять сочинение живущих композиторов потому что ну давайте так скажем что музыку умерших композиторов но им от вашего исполнения в принципе не горячо не холодно то есть это для музыкальной истории это вообще скорее всего ваше исполнение но не сильно повлияет на на ход истории в то время как музыка сегодняшнего дня от вас может вообще зависеть судьба произведения судьба композитора судьба того как это сочинение войдет она в репертуар или нет судьба будущего музыки и если вы не участвуете в процессе музыкального развития то есть вы не не принимаете участие в живущей музыке и в музыке живущих композиторов то в принципе этот процесс может стать мертвым языком вот как латынь сейчас является мертвым языком языком на котором никто не говорят так и наша музыка вообще которую мы так безумно любим может стать мертвым языком и это обязанность это но это вообще вообще совершенно потрясающая возможность участвовать в ходе развития в ходе развития музыки это быть ее частью быть частью живущей музыки и чисто практической стороны работа с живущими композиторами вам без этого опыта вы не сможете опять-таки стать полноценным музыкантом почему потому что работая с современными композиторами живущими композиторами вам опять-таки даст возможность посмотреть в глазок сам творческий процесс вот вообще что происходит как человек пишет музыку как что вот ведь 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 нота это же код это это кодировка определенная что-то стоит за нотами и вот понять то что музыка живая то что каждый момент композитор принимает огромное количество решений и эти решения могли бы быть совершенно другими у вас возникнет совершенно другое отношение вообще к музыкальной нотации вы поймете насколько она несовершенно насколько и сколько разных вопросов композитор решает когда он привлекает привлекает именно вот к такой нотации у вас возникнет огромное уважение к тому что на странице и понятие что это опять таки только только код который необходимо расшифровать то есть это совершенно потрясающий опыт и я очень рекомендую работать с живущими композиторами над стандартным репертуаром потому что то что они могут увидеть в нотах которые вы считаете что вы знаете и понимаете они увидят нечто что откроет вам глаза на сочинение которое вы считаете вы знаете и какие-то из этих пересечений могут показаться вам странными музыку каких-то композитор вам вы можете вам может не нравится но я вам обещаю одну вещь я вам вещь обещаю что если у вас будет вот эта жажда познания жажда добраться до сути жажда постоянного поиска я вам гарантирую вы найдете музыку которая в создана ваше время людьми которые живут ваше время и вы найдете вы найдете сочинение которое вам безумно понравится и поэтому я очень рекомендую использовать каждую уникальную возможность работать с композитором пусть и таком а студент композитора кто-то кто работает в вашей консерватории если если вы находите музыку композитор который вам нравится вы можете обратиться к этому композитору вы можете обратиться за советом но это специально для пианистов научиться научиться играть на органе и на клавесине и очень важно брать уроки игры на органе и на клавесине не для того чтобы становиться профессиональными органистами или клавесинистами а для того чтобы понимать опять таки психологию композиторов которые писали для этих инструментов и почему важно именно заниматься с педагогами потому что если вы просто будете играть на органе и клавесине таким же образом как вы играете на рояле то вы ничему не научитесь вся идея в том чтобы понять например как как играть выразительно когда у вас нет педали допустим когда вы не можете делать крещендо и деминоиды таким способом которым вы делаете его на рояле когда как использовать агогику как использовать ритм в качестве выразительного средства и вы очень много поймете в связи скажем вот с исполнением музыки Баха с исполнением Моцарта и других композиторов что вы не сможете понять если вы у вас нету этого опыта этого физического ощущения игры на этих инструментов поэтому если у вас есть возможность в университете или консерватории посвятить семестр допустим или год игры для уроков на органе и год допустим для уроков на клавесине я очень-очень рекомендую это потому что это поможет вам в исполнении и в понимании музыки композиторов которых которые писали для этих инструментов очень важно взять несколько уроков но желательно больше чем несколько уроков желательно взять год уроков связанных с оркестровкой и инструментовкой это важно для того чтобы вы во-первых разбирались лучше в партитурах чтобы вы понимали как понимали те особенности игры на разных инструментов которые вы в данный момент не понимаете это очень важно для игры с оркестром это важно для чтения партитур это опять-таки важно для вашего общего развития как музыканта следующее это всегда используйте возможность обыграть программу то есть в первый раз когда вы играете на сцене перед публикой не должен быть первым разом первый раз должен быть когда вы конечно играете для себя и вы должны проигрывать программу под программой я подразумеваю если у вас концерт и у вас больше чем одно произведение но это также может быть всего одним произведением если это все что вы исполняете на этом концерте но это еще более важно когда допустим у вас recital то есть когда вы вы исполняете в первое и второе отделение потому что играть одно произведение отдельно или играть его в контексте всей программы это совершенно разные ощущения это совершенно разная стамина для исполнителя и разный опыт поэтому очень важно обыграть программу много раз перед тем как бы впервые вынесите для слушателей на концерте как я уже упоминала первые разы должны быть самостоятельными и записывайте записывайте себя на видео можете это может быть элементарное видео на аудио тоже но почему это очень полезно потому что вы можете очень многому научиться если вы себя слушаете именно благодаря записи и вы можете за собой наблюдать на видео и осознать что вы возможно делаете как-то не так физически и дальше вы должны обыграть эту программу друзьям или семье в принципе это не важно важно чтобы кто-то сидел и слушал потому что сам факт наличия слушателя изменяет наше ощущение во время игры и это очень важно и к этому моменту нужно подходить ответственно потому что опять-таки если у вас программа недоучена и у вас заграют нервы в этот момент и что-то пойдет не так допустим вы потеряете текст это негативный опыт для вашего мозга потому что мозг он как бы все записывает и вот у него уже создается опыт того что вы допустим в этом месте у вас проблема в следующий раз когда вы будете исполнять эту программу у вас вы запомните и сама там мысль может вам опять-таки помешать поэтому с одной стороны проигрывать очень важно потому что где тонко там и рвется и вы осознаете конкретно где у вас эти вот тонкие звенья цепи но с другой стороны важно что этих чтобы этих моментов было не слишком много потому что любой негативный опыт он создает определенные процессы для нашего мозга которые этот мозг запоминает поэтому очень важно чтобы в следующий раз когда вы проигрываете программу чтобы это не повторилось и эти места залатать и правильно ими заниматься таким образом чтобы этот негативный опыт он не остался и уже после того как вы обыграли эту программу желательно в разных местах на разных роялях разным людям только потом уже выносить ее слушателям на концерте важно слушать записи великих артистов прошлого мы живем в уникальное время когда столько всего возможно когда я помню хорошо как вот когда я училась допустим в том же джулиарде это время было еще до интернета но интернет уже он был но как бы его не было у меня его не было допустим в в те времена у меня даже компьютера не было и я хорошо помню как было сложно то есть нужно было выискивать записи там город выискивать записи великих дирижеров прошлых то есть это был целый процесс идти в библиотеку как-то их искать находить это все было так сложно это была такая радость когда удавалось найти какое-то видео и это колоссальный опыт роста слушать и аудио и видео записи великих мастеров в прошлое и когда вы их слушаете задумайтесь почему великие мастера прошлого и великие исполнители почему их так легко узнавать то есть даже если вы слушаете допустим по радио вы можете моментально различить исполнение я не знаю Робинштейна от Горофса от Гленгульда от Рихтера и так далее в то время как в наши дни так часто исполнители звучат в общем-то одинаково и их очень сложно узнавать задумайтесь что и почему почему вот эти мастера они вот обладают такой высочайшей индивидуальностью и чему можно от них научиться важно заниматься с дирижерами я не имею ввиду что вот именно когда вы играете как солист с оркестром я имею ввиду уроки дирижирования это опять-таки очень важный опыт и это не для того чтобы вы стали дирижерами быть дирижером это отдельная профессия это отдельный инструмент который которому необходимо учиться совершенно отдельно но брать уроки дирижирования очень важно потому что это вас научит совершенно другому взгляду на ноты и другому отношению к форме потому что что делают дирижеры они они работают с формой они работают с движением они работают вот с этой воздушной архитектурой произведения и и научиться этому необходимо мимо любому исполнителю даже если вы играете всего одну линию суметь ее продирижировать это очень важное умение поэтому вы можете очень многому научиться и кроме того это конечно вам очень поможет в исполнении концертов или если вы играете на другом инструменте если вы играете в оркестре то это естественно вам покажет как бы менталитет другой стороны то есть не тогда когда вы сидите в оркестре а когда вы за дирижерским пультом и вы сможете воспринимать и анализировать и с той и с другой стороны то есть это определенная смена перспективы которая очень важна опять таки для того чтобы быть музыкантом с большой буквы следующее это я очень советую вам выходить из зоны комфорта особенно когда вы учитесь зона комфорта я не имею в виду комфортабельное окружение там допустим не знаю там у вас кресло стоит в студии там не знаю я не это имею в виду я имею в виду все время искать нечто новое все время себя подталкивать в направлении страхов потому что страхи это опять таки звоночки которые указывают нам направление в котором мы можем расти то есть постоянно заставлять себя расти как артистов как музыкантов очень часто к сожалению случается что музыканты перестают расти и и когда мы не растем мы спускаемся мы идем в другом направлении и эту привычку внутреннего роста как я уже говорила ранее необходимо постоянно развивать всю свою жизнь то есть нет такого момента если вы думаете что вот вы закончили консерваторию и вы теперь что-то знаете вы не знаете потому что вся прелесть музыки в том что знание беспредельно бесконечно и мы вообще вообще пришли в это искусство потому что вот мы ищем вот это вот ускользающие 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 совершенство которого в принципе достичь невозможно но по направлению к нему можно двигаться можно постоянно расти и это огромное счастье заниматься в профессии которая позволяет нам все время расти но для того чтобы расти рост невозможен если вы хотите находиться в зоне комфорта рост возможен когда вы себя заставляете из нее выходить когда вы рискуете когда вы берете за что-то очень сложное за что-то незнакомое когда вы себя заставляете выйти за привычные рамки и это очень важно я советую также вести дневник вести записи вашего внутренней работы над собой ваших занятий хотя бы для того чтобы в общем-то понимать куда уходит ваше время куда мы часто день проходит неделя месяц и мы как-то в общем понимаем куда ушло время на самом деле мы не отдаем себе точного отчета это очень важно и для этого я очень рекомендую вести дневники я здесь не упоминаю насчет импровизации это отдельная тема которую я отдельно хочу говорить о ней и так же то что я считаю что все исполнители они должны пробовать себя в композиции точно так же как с дирижированием не для того чтобы стать композиторами возможно вы хотите стать композиторами тогда безусловно становитесь но я имею в виду чисто с исполнительской точки зрения вам необходим этот опыт исполнитель должен иметь возможность и умение написать вразумительное сочинение которое можно исполнить и которое ну как бы не стыдно исполнить оно не обязательно должно быть чем-то совершенно выдающимся но этот опыт написания музыки он очень-очень важен вы должны уметь писать например каденцию вы должны уметь делать аранжировки и этот опыт вам необходим опять-таки не для того чтобы становиться композиторами или аранжировщиками или еще кем-то не для того чтобы стать полноценным музыкантом без этого опыта вы не можете точно понять прочувствовать вообще что происходит в уме в душе в мозгу как 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 ноты вообще появляются на странице и также но об этом я опять-таки хочу поговорить в другом видео а важность о том что очень важно импровизировать но здесь очень деликатный такой вопрос и поэтому я здесь просто упомяну что импровизация важна о том как и что это материал для другого видео двадцать четвертый пункт это научитесь заниматься в медленных темпах почему я говорю научитесь заниматься потому что если вы не понимаете зачем вы играете и зачем вы учите в медленных темпах то вы в принципе просто теряете свое время то есть работа в медленных темпах чрезвычайно важна но ее нужно делать правильно осознанно и с очень конкретными задачами поэтому научитесь работать в медленных темпах это также важно чтобы предохранять свои руки и чтобы не было каких-то зажатий но это нужно делать правильно и последний пункт это создание творческих ритуалов по творческими ритуалами я имею в виду прежде всего вы должны знать что вам необходимо в день концерта и это индивидуально это зависит от человека но вам нужно обязательно экспериментировать и знать совершенно точно что вам нужно нужно ли вам спать в течение дня можете ли вы общаться с людьми перед выходом на сцену например часто просят сделать то что называется приконцерт лекчер или ток то есть разговаривать с публикой отвечать на вопросы перед концертом для каких-то музыкантов это колоссальное нет то есть ни в коем случае а для кого-то для кого-то это наоборот стимул вы должны знать как вам питаться в день концерта что вам нужно иметь в вашей вашей комнате за сцене что вам нужно сделать во время перерыва антракта что вам нужно сделать в день до концерта то есть вы должны знать свой оптимальный творческий ритуал что для вас работает самым лучшим образом а также уметь от него отходить потому что жизнь это жизнь нужно знать что нам требуется скажем в идеальных условиях но также уметь очень быстро сориентироваться если эти условия как-то нарушены потому что часто ситуация не зависит от нас но если мы себя хорошо знаем если мы знаем что нам необходимо мы можем очень быстро сориентироваться и все равно и все равно исполнять самым лучшим образом даже если мы при этом себе допустим плохо чувствуем поэтому познайте самого себя я надеюсь что это видео будет полезным для исполнителей особенно для молодых исполнителей для серьезных музыкантов которые хотят посвятить свою жизнь музыке и пожалуйста ставьте мне комментарии мне будет интересно узнать вот какие у вас есть творческие вот такие вот ритуалы какой совет вам пришелся ближе всего к сердцу показался наиболее важным что какими секретами вы можете поделиться сами какими-то вот такими творческими необходимыми действиями которые могут оказаться полезными для других в общем я буду очень рада услышать о чем вы думаете как что вам показалось полезным и я надеюсь что вы подпишитесь на мой канал потому что для меня это сейчас способ поделиться моим опытом и я надеюсь что вы получили от этого видео удовольствие и до следующего раза спасибо